мое почтение боксерским пристам сегодня мы погрузимся в азиатскую эстетику а вернее в антиэстетику станем свидетелями побоища сражения между корейцем мун сон гиль и гансом на на конаду это один из лучших боев в истории второго на легчайшего веса и один из самых зрелищных в боксе в целом 1990 год бой за титул WBC во втором на легчайшем весе до 52,2 килограммов титул принадлежит на на конаду до этого он избил гильберта романа бесчисленное количество раз отправлял мексиканского технаря на канвас что на тот момент стало полной неожиданностью его соперник мун сон гиль спустился в этот вес из легчайшего где был чемпионом но уступил титул кореец намеревается покорить вторую весовую категорию при том что это для него лишь 12 бой на профи ринге насколько внушительная разница в габаритах между наставниками бросается в глаза итак первый раунд перед нами два агрессивных и бьющих боксера потому пространство никто уступать не намерил центр ринга занимает на на конаду для своей весовой категории у него просто чудовищные габариты рост полусредневеса свыше ста семидесяти сантиметров африканец примеряется пристреливается передней рукой вот это да мун отправляет его в нокдаун нокдаун левым боковым впрочем конаду почти сразу же поднимается и сразу же второй нокдаун но уже от встречного правого через руку этим ударом кореец сначала раунда пытался попасть в тот момент когда ганец бросал свой джек мун задействует всю свою мельницу открывает лицо встречному ветру но так нельзя и конаду тут же его наказывает как вам этот раунд много обещающие начала кореец нисто ворвется вперед а конаду как говорится бросает у него все что хочет только можно кроме кухонной раковины потрясающе темп боя высочайший ганец начал смещаться и старается особенно не отступать назад по прямой что правильно тем более с таким-то оппонентом мун вспомнил о своих боксерских навыках и о том что от ударов вообще-то можно и попытаться уходить боксеры только что жестко столкнулись правой на правую кореец попал но по ходу раунда точнее пока выглядит на на с начала боя мы увидели столько акцентированных ударов сколько нет в иных 12 раундовых боях как видите мун успешно пробивает справа как только конаду наносит джеб правый через руку левый сбоку от корейца это мы будем видеть стабильно они регулярно залетают в цель а особой тактики тут как таковой нет оба боксера не слишком комфортно чувствовать себя работая на отходе и оба обожают высокий темп поэтому задача каждого просто передавить переехать своего визави в этом раунде ганец смотрелся немного получше третий раунд еще в прошлом раунде под правым глазом африканца проявилась солидная гематома ну а большая война маленьких боксеров продолжается и 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 но больше это похоже на потерю баланса. Надо сказать, что рубеж 80-х-90-х – это самый расцвет корейского бокса. Корейцы стабильно попадают в рейтинг лучших боксеров мира, вспомним Ю Мюн У, Чан Чжон Гу, сам Мун, кстати, пару лет входил в десятку паунда. Представляете, как тяжело, в том числе и морально, находиться в ринге с таким соперником, которого не может остановить ничего? Кунаду уже натерпелся. Четвертый отрезок. И снова нокдаун. Кореец падает от повторного точного джеба. Вообще, нокдаунов от левого прямого можно вспомнить немало. Это и Котта Клотти, Эдвин Розарио Ховард Дэвис, второй бой Сэмюэл Питер Джеймс Тони. Но Амуна не волнует ни падение, ни сечка в области левого глаза. Сколько событий на единицу времени. Кровь заливает глаз корейца. Да, настоящее варварство в ринге происходит. Мун Сонгиль или Сонкил Мун, если вы попробуете адаптировать имя на русский с английского, а не с корейского. Так вот, надо сказать, что на спаррингах он отправлял на настил боксеров полусреднего веса. То есть, превосходивших его на 5-6 весовых категорий. Это был действительно монстр. Но я думаю, глядя на экран, у вас в этом сомнений нет. Если бы не нокдаун, Мун выиграл бы этот раунд очень убедительно. Понятно. Понятно. Принципиально по ходу поединка ничего не меняется. Конечно, никакой мысли тут в этой рубке нет. Кроме мысли «Иди сюда». По реакции к Анаду вы можете видеть, насколько сильны удары Муны. Ганец, помимо нокдаунов, уже считанное количество раз бывал потрясен. И вообще, до этого боя трудно было представить, что кто-то может заставить этого темнокожего монстра так резво отступать. В отличие от Айка Квартея или Джошуа Клотти, их соотечественник Конно Ду очень недооценен. А ведь он чемпионил в двух весовых категориях и бил крайне сильных соперников. Одного из лучших мексикасов в истории Гильберта Романа или одного из лучших тайцев Верафола Сахапрома. Это проблема низких весовых категорий. Их никто не смотрит. А ведь здесь очень часто можно встретить замечательные бои высочайшего уровня. Этот поединок, конечно, пример брутальности, а не изящества. Но мы с вами посмотрим и другие бои из этих категорий. Очень равная трехминутка. Но вот как в таком бою можно считать очки? Совсем не хочется этого делать. Тем не менее, небольшое преимущество пока имеет корейцы. Развитие атаки от Муна на повторах. А мы вместе с корейским телевидением перемещаемся с пятого на седьмой раунд. Возможно, я кого-то шокирую, но Мун был именитым боксером-любителем. В 80-х корейский любительский бокс переживал свой пик. И Мун был одним из лучших. Он выигрывал чемпионаты мира, азиатские игры, выступал на Олимпиаде 84-го. Большинство побед на престижных чемпионатах кореец задерживал досрочно. Ребят в шлемах укладывал одноударными нокаутами. Представьте, из 219 побед в аматорах, 164 он одержал досрочно. Конечно, богатая любительская карьера повлияла на продолжительность карьеры профессиональной. В профи он выступал всего 6 лет, в то время как длина средней профи карьеры, наверное, будет в пределах 12-15 лет. Я думаю, вы отметили отменный джеб Конаду. Вообще, постоянный джеб вкупе с агрессивным боксом и высоко поднятыми руками – это явные атрибуты ганнской школы. У многих выходцев этой страны манера боксировать схожая. Ганна, кстати, считается родиной африканского бокса. Наряду с Нигерией и ЮАР из африканских стран она выделяется как боксерская. Не стоять, не стоять перед корейцем. Вот к чему сводится задача на Нагу на Дум. Главное, чтобы в следующей стадии не стала замена цели победить на цель выжить. Продолжение следует... Ну вот у нас есть возможность разглядеть эту неприятную гематому под правым глазом Ганса. Его глаз почти закрылся. А вот, собственно, и рассечение Муна. Такое весьма нетипичное. Восьмой раунд. И что можно сказать, так это то, что Мун, в принципе, действует в атаке не особенно разнообразно и изобретательно. Но его мощь, темп, неумолимость просто деморализует оппонентов. Вообще, вот эта эпоха Гильберта Романа, Нанакона Ду, Муна, там же был Хаусай Гэлакси, весьма переоцененный на Западе. Она является одной из, если не самой сильной в истории этого дивизиона, второго наилегчайшего. Это действительно были золотые годы. И все эти боксеры относятся к лучшим представителям веса. В этой же категории, кстати, выступал и знаменитый Джонни Таппиа. Таппиа блистал там уже позже. Он, кстати, победил постаревшего Конно Ду. Нана действует короче и лучше перекрыт. Но ущерба он понес больше, чем более размашистый корейц. Их, в соответствии. Играет музыка. Вот это да, какой длинный размен. Признаюсь, это один из самых брутальных боев, что я только видел. Отличный раунд для Мун Сонгиле. Он уверенно его забирает. Вот это, пожалуй, главный хайлайт всего боя. Левый сбоку на скачке от Муна. Ключевой удар. Страшный Сонгонаду. Рефери и врач подошли уточнить, все ли в порядке. А корейские ребята им говорят. Релакс, бой только начинается. Ну как вам темп в девятом раунде после стойких выброшенных ударов? Мун не показывает абсолютно никаких признаков усталости. Проваливается он регулярно. Это точно не признак. У корейца там кровь потекла уже и над правым глазом. Но что бы ни случилось, задней передачи у него нет. Где вы еще такое увидите? Мун, как маньяк из техасской резни бензопилой, бежит безостановочно, машет во все стороны. Очень опасен. И попробуй останови его. Кунаду в очередной раз потрясен. Что тут скажешь? Настоящая войня. Корейцы всегда любили именно такой бокс, который демонстрирует Мун. Несмотря на то, что технарей, искусных, изящных боксеров там в принципе хватало. Но публика всегда любила нокауты. Всегда любила жесткий бокс. Кость в кость. Мощных, бьющих, зрелищных боксеров. Мощных, бьющих, зрелищных боксеров. Девятый раунд. И в углу Муна снова появляется врач. Это очень плохой признак, потому что именно в этот момент они с рефери фиксируют рассечение корейца, которые были от столкновений головами. И решает завершить бой техническим решением. Что это означает? Сейчас рефери соберет карточки судей и победит тот, кто на них лидирует по итогам девяти раундов. Но вы видите, что рефери не торопятся сводить боксера в центре ринга, и все уже понимают, что бой продолжаться не будет. Разочаровывающе. Муна точно разочарован. Как так? Можно же еще три раунда рубиться. Зачем же все прекращать? Если серьезно, на фоне такой эпохальной битвы, внезапной остановки войны и все, сложить оружие по домам, да, это разочаровывает. Но в боях Муна такие концовки не редкость. Надо сказать, что у них с Конаду будет и второй бой. Продолжение следует... Я, конечно, не переводчик, но есть интернет, и Мун побеждает единогласным техническим решением. Он становится чемпионом мира и наносит Конаду первое поражение в карьере. Бой для вас комментировал Александр Амосов. Подписывайтесь на Боксерский Пурист. Всех благ! Продолжение следует... Продолжение следует...